Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотела вот задать вопрос. Мы собираемся переезжать в Россию. Возраст у меня, ну, сейчас 57, скоро будет 58 полных лет. И вот какой мне будет рабочий, в общем, стаж у меня работы начинается с 1982 года. И вот по какой период будет у меня считаться, всю жизнь я прожила здесь, в Казахстане, и стаж у меня только казахстанский. И вот в расчет для пенсии будет, кто говорит, по 92 год будет у меня считаться стаж мой казахстанский, кто говорит, по 2002 год. И вот я бы хотела узнать. Вы ответите или я отвечу, а потом вы добавите? Ну, смотрите, значит, при переезде в Российскую Федерацию, когда вы пойдете оформлять уже документы, вы получите решение об отказе в назначении пенсии, потому что у вас будет, не будет хватать ни баллов, ни стажа на территории Российской Федерации. После 1991 года стаж будет выкинут после распада Советских Социалистических Республик. Вам нужно будет, когда вы получите решение об отказе в пенсионном фонде, обжаловать его через суд и признавать его незаконным в части не включения периодов. Соответственно, по суду включать все те периоды, которые исключат из стажа. Нужно будет обязательно попросить в Казахстане документ, подтверждающий о том, что вы производили уплату страховых взносов на территории Казахстана. И скажите, у вас пенсия, это по старости вы не досрочница, ни образование, ни здравоохранение, просто страховая пенсия? Да, просто страховая пенсия. Просто страховая пенсия. Ну тогда справки, уточняющие особые условия труда, здесь не понадобятся. Здесь нужно будет подтверждать уплату страховых взносов. Ну у нас пенсионные отчисления начались здесь, в Казахстане, с 1998 года только. Ну это нормально. Какую роль не сыграет у меня, если, например, я здесь свои пенсионные накопления в Казахстане получать не буду, а я их, если переведу на российский пенсионный фонд, на свою, в общем, я не знаю, как, на моя карточка там будет, или что, что-то, но это играет роль или нет? Я могу ответить. Значит, смотрите, во-первых, ваши пенсионные накопления будут перечислены лично вам. Российский пенсионный фонд у вас эти деньги не примет. Почему не принят? Потому что накопительная система в России отменена с 2005 года. И эти деньги у вас не примут. Только как добровольные вложения это возможно. Кроме того, до 92 года, да, стаж примет, то надо посмотреть трудовую книжку. После 92 года нужно будет предоставить справку о доходах за пять лет или за 2000-2000-2002 год, за два года подряд для начисления. И с пенсионного фонда взять выписку с печати синие о перечислении пенсионных взносов, чтобы посчитать с 98 года стаж. Сколько у вас накопления в пенсионном фонде? Ой, знаете, что, давно не смотрела. Ну, наверное, около трех миллионов. Ну, вот смотрите, я сейчас вот покажу вам. Для выхода на пенсию необходимо иметь необходимо иметь стаж пенсионных единиц 23,4, да, правильно, Эрин? Да, 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 да. 23,4. Теперь это за каждая единица стоит 37 тысяч. Значит, надо будет, чтобы иметь право выйти на пенсию, нужно заплатить пенсионный фонд официально 865 тысяч 800 рублей. Потому что даже если у вас есть стаж, вы выйти на пенсию без единиц не сможете. Да, все верно. Все верно. А значит, вам это нужно будет оплатить. Вот теперь смотрите, умножим это, ну, скажем, по курсу 1 к 5, значит, вам нужно 5 миллионов иметь, чтобы купить такие пенсионные единицы. Да? Давайте тогда посмотрим вот о чем. Если мы эти пенсионные единицы приобретем, сколько лет понадобится, чтобы вы их отбили? Вы в какой регион хотите переехать? Россия? Челябинск. Челябинск. Там прожиточный минимум какой, не знаете вы? По-моему, около 14 тысяч. Мне кажется. Не знаю. То есть, если вы выйдете на пенсию, зачем единицы? Если вы единицы приобретете, в этом случае вы сможете уже получать пенсию. Да? Если вы единицы иметь не будете, то вам будет начислена социальная пенсия на 5 лет позже. Правильно, Ирина? Да. На 5 лет позже. Представляете? Теперь смотрите. 865 тысяч, которые вы оплатите, разделим на 14 тысяч. Это минимальный прожиточный минимум. Это будет 61 месяц. Делим на 12. Получается, вы через 5 лет будете иметь пенсию. Но, если вы увидите, с баллом вы будете доплачивать до прожиточного минимума, а социальная пенсия, люди с социальной пенсией тоже будут получать до прожиточного минимума. Правильно? Да. Да, конечно. То есть, получается, если вы вложите, вы получите пенсию пораньше и в течение этого времени как бы условно компенсируете эти деньги. Но, имейте в виду, что вот в России и Казахстане разница в чем? Если в Казахстане вы только получаете пенсию, то в России вы получаете социальные еще льготы. Например, бесплатный проезд или скидка на коммунальные услуги или там лекарства. Я вот сталкиваюсь с пенсионером, но везде скидка. У меня вот сестра двоюродная, она пенсионер, она бесплатно ездит и между пригородные поезда внутри города едет бесплатно. То есть, ни одна пенсия льгота для пенсионера. То есть, есть еще много компенсации, поэтому выгоднее не оформить пенсию. Я отвечу на стажем, что если полностью казахстанский стаж, что я сейчас, даже если это у меня будет сейчас 50 лет, то я на пенсию не уйдете. Не уйдете, потому что у вас нету единиц. Почему? Что такое единицы? Это как в Казахстане. У вас должен быть доход подтвержденный, да? А что такое доход? Это уплаченные налоги, отчисления в бюджет страны. То же самое в России. Эти же единицы это то, подтверждают, что вы имели доход, вы платили налоги, отчисления, то есть бюджет получил от вас деньги от вашей деятельности и он готов вам платить пенсию. Если вы не работали, то, соответственно, государство отодвигает срок вашего социального обеспечения. Ну, я думаю, что это справедливо. Ну, конечно. Но ваша задача, знаете, какая заключается? Во-первых, проверить трудовую книжку, чтобы там не было проблем с читаемостью печати. У всех сейчас проблемы с читаемостью печати. Ну, в принципе, у меня как стаж работы как устроилось и с одного поселка мы переехали в другой и там как бы и постоянно вот на работу. смотрите, в чем проблема. Я лично знаю, да, когда после 92-го года Казахстан стал республикой Казахстан, из Казахской СССР перешел республик Казахстан, сменяется печати. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что нету отметки переименования, нету отметки о смене вида собственности предприятия, не изменена печать. Понимаете, стоят старые печати. И даже в Казахстане эти записи не принимаются. Понимаете? И в России, если вы приедете с такой трудовой книжки без архивной записи, вам придется назад возвращать в Казахстан, искать архивы, а в некоторых случаях, как и у Ирины был случай, ввести знакомых, двух знакомых в России, чтобы они подтвердили ваш стаж. А это еще огромные деньги. Ну, у нас пока как бы живем здесь в таком этом районе, что и архив есть районный, как бы и документы сохранены, что и... Да, поэтому первый этап подготовьте, чтобы у вас в трудовой книжке не было замечаний полностью, потом возьмите справку о заработной плате за 5 лет или за 2000-2001 год 24 месяца подряд, потому что это будет влиять на размер пенсии. И те деньги, которые вам выдаст единонакопительный пенсионный фонд, вы потратите как раз на приобретение баллов. Только в этом случае вы сможете оформить пенсии, иначе здесь в России тоже пенсионный возраст растет, и вы сможете выйти на пенсию, по-моему, 60 лет, да, женщины, Ирина? Да, 60 лет. В Казахстане в 61 год выходят на пенсию? Да. Да, а здесь в 60, но если у вас не будет пенсионных единиц, тогда будете выходить в 65. По-солидарной. у нас есть еще такие льготы для многодетных матерей, допустим, у кого трое детей, те уходят на 3 года с ранее, то есть вот у нас такие льготы еще действуют для многодетных матерей. У вас сколько детей? Двое. Усыновляйте третьего и езжайте в Россию. Да, уже поздно. Ну, усыновляйте все равно кого-нибудь. тогда у вас будет трое детей, тогда вы сможете выйти раньше на пенсию. Но единицы вам все равно понадобятся. И имейте еще в виду вот такой важный аспект, что за каждого ребенка вы в праве сами выбирать, как его засчитывать. Либо в страховой стаж при назначении пенсии, либо в баловой системе. То есть так, как вы сказали, что у вас двое детей, то если у вас будет не хватать баллов, и вы получите решение об отказе, я вот сейчас вам покажу, чтобы вы знали, как эта бумага выглядит, вот это решение об отказе города Москвы, вот потому что сейчас московское дело готовлю. Видно вам? Да, ага. Видно вам эта бумага? Вот такая вот бумага решения об отказе, где будут конкретно прописываться, какие периоды засчитали, какие нет, и вот здесь соответственно будут посчитаны вам и баллы, и стаж, ваш трудовой, страховой, который сейчас называется, и вот в этой бумаге все будет расписано. и вы можете увидеть, если не будут засчитаны детки, дети, то ваше право написать заявление и конкретно указать, чтобы детей засчитали вам в балловой системе. За рождение одного ребенка по закону 400-му федеральному о страховых пенсиях вы получаете 1,8 балла, за рождение второго ребенка 3,6 балла. Поэтому вообще настоящий период гражданам им выгоднее вот чтобы стаж был засчитан вот именно не в годах, а в баллах. И вот в вашем случае я тоже думаю, что вам будет выгоднее потом просить засчитать детей именно в балловой системе. Да, я посчитал двое детей, сэкономит вам 199 800 рублей. Отлично, отлично, отлично. Видите, уже дешевле. Да. Но вы обязательно документы проверьте, приготовьте, справки о доходах соберите, потому что для того, чтобы вынесли отказ, пенсионный фонд должен принять документы, посчитать их и потом выдать обоснованный отказ. А чтобы они это все приняли, нужно подготовить более качественные документы. Хорошо. Угу. Еще дешевле, вы